Мне пришлось работать с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским в течение ряда лет, в первые годы революции, в органах ВЧК, ОГПО, встречаться с ним на заседаниях коллегии и в обычной рабочей обстановке. И мы, молодые чекисты, всегда поражались этому человеку, его внешнему спокойствию, его скромности, его партийности, когда ему приходилось решать многие вопросы, большие или малые, молодой Советской Республики. Феликс Эдмундович был необычайно добрым человеком. Все эти качества мы знали, высоко ценил в нем Ленин. Для нас же он был образцом для подражания. И мы знали также, что эти качества Дзержинского не пришли к нему сразу. Они воспитывались годами. 22 года Дзержинский был в подполье. Из них половина этого срока отбыл в тюрьмах, в ссылках, на каторги. Заразились эти качества давно, когда он, еще несовершеннолетним юношей, впервые вступил на революционный путь и впервые подвергся царской репрессии. Министерство внутренних дел Департамент полиции На основании высочайшего повеления, последовавшего 12 мая 1898 года, дворянин Феликс Эдмундович Дзержинский подлежит за государственные преступления высылки в Бятскую губернию под гласный надзор полиции на три года. Помощник шефа жандармов, генерал-лейтенант Фонарейки. Наступил 1899-й. Началась новая жизнь. Вдали от родины, от друзей, от близких. Сюда, в домик на краю деревни, все чаще стали заглядывать крестьяне. Здесь он читал, занимался, мечтал. Отсюда, иская, он писал своей старшей сестре о льдоне. До сих пор я жил в городе Налинске, не так отдаленном от остального мира. Но губернатор перевел меня на 400 верст севернее, в леса и болота. Село Гайгородское лежит на берегу Камы. Морозы доходят до 40 градусов. Белого хлеба здесь нет совсем. Мясо осеннее, замороженное. Сахар, чай, табак, спички, мука, крупа, все дорого. Сам себе готовлю, купил самовар. Глаза у меня болят, и я их лечу, ибо хочу жить, а без глаз жить нельзя. Дорогая льдона, пусть эта фотографическая карточка напомнит тебе время, проведенное нами в нашем дорогом Вильне. Вильна. У этой речки, которая течет почти у самого его дома, Феликс встречался с друзьями. Гимназия. Здесь еще больше полюбил он поэзию Мицкевича. Бестужев, который как друг мне протягивал руку, Тот воин, которому жребий поэта дарован, В сибирский рудник, обреченный на вечную муку, С поляками вместе он сослан И к тачке прикован. Вильна. Здесь, в рабочем районе города, печатал и распространял политические листовки. Вступил в партию социал-демократов. Выступая на митинге, он говорил, рабочие лишь силой собственных рук могут заставить эксплуататоров удовлетворить их нужды. Они знают, что без единства и солидарности ничего не получится. Единство и солидарность. Здесь темными кайскими ночами собирались местные жители. Многие впервые услышали слова «Товарищ», «Социал-демократ», «Свобода», «Равенство». Многие из них впервые узнали об этих книгах. А в канцелярии вятского губернатора уже пухнут новые дела. Дзержинской человек спыльчивый и раздражительный. Питает враждебность к монархии. В политическом отношении неблагонадежен. Не скрывает своего антиправительственного направления. Уже успел приобрести влияние на некоторых лиц. Не прекратил сношение со своими единомышленниками вне вятской губернии. «Стюбе» «Опасен» неблагонадежен. «Опасен» неблагонадежен. «Опасен» неблагонадежен. А длинно идут письма, иская. Я не могу не изменить себе, не измениться. Условия жизни дали мне такое направление, которое захватило меня. И только для того выкинуло на берег, чтобы затем с новой силой нести все дальше и дальше, пока я до конца не изношусь в борьбе. Мало кто зависит от нашей участи, но мы, видя светлое будущее нашего дела, видя и сознавая, что жизнь избрала нас борцами, мы, борясь за это лучшее будущее, никогда, никогда не сменили бы своего положения на мещанское прозябание. Дело наше родилось недавно, но развитие его будет беспредельным. Оно бессмертно. Шел 1899-й. Феликсу Дзержинскому был 21 год. Он болел трахомой, но много читал. Страдал от порока сердца, но ходил в соседние и дальние деревни к рыбакам. Встречаясь с крестьянами, беседовал о жизни, рассказывал о революционной борьбе, о грядущей революции. Летом в Кайгородске я весь отдался охоте. Никакие препятствия меня не останавливали. Я часами сидел по поезду в болоте. С утра до поздней ночи, то пешком, то на лодке, я преследовал дичь. Когда вечерами по грудь в воде мы ловили рыбу, комары и мошка точно иголками кололи мне лицо и руки. Ночью, когда я ночевал над рекой, дым разъедал глаза. Передо мной проходили различные образы прошлого. Это произошло в Каунасе 17 июля 1897 года в 5 часов вечера у военного собора. Было свидание с Михаилом Римесом. Римес оказался предателем. Задержать дворянина Вивенской губернии Феликса Эдмундовича Дзержинского. По обыску у задержанного обнаружены заметки, выписки и вырезки из дозволенных и подпольных газет о стачках, нормировке рабочего дня и вообще по рабочему вопросу. Дознанием установлено, что Дзержинский знакомился и входил в сношение с рабочими различных фабрик и сапожных мастерских, раздавал им для чтения книги, а затем начал подговаривать к устройству стачек на фабриках и ремесленных заведениях с целью заставить хозяев увеличить заработную плату и уменьшить число рабочих часов. В то же время Дзержинский стал проводить среди рабочих революционные идеи, указывая, что если городские рабочие будут бунтовать, то поднимутся и деревенские люди. И тогда можно будет легко порешить с правительством и основать республику. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Дзержинский Феликс Эдмундович, 20 лет. Холост, дворянин. Изобличается в принадлежности к обществу Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Изобличается в социально-революционной пропаганде среди рабочих. Изобличается в подстрекательстве к устройству стачек и забастовок. Изобличается в возбуждении вражды между рабочими и хозяевами. Принимая во внимание явное упорство Дзержинского, полагаю применить к нему наказание самой высшей мерой. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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 Что гнало меня из дому? Тоска по родине. По той, которая и так врезалась в мою душу, что ничто не может вырвать, разве с самим сердцем. Эти восемь месяцев в Кае, эта жизнь в Кае отравляла меня. Я собрал свои последние силы и бежал. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРОМ ВИЛЕНСКОЙ, КАЗАНСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ, ФЕРМСКОЙ, УФИМСКОЙ ГУБЕРНАТОРОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ В неизвестном направлении лежал важный государственный преступник. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Примерный. Рост средний. Волосы на голове и бровях свежая. ПРОМ chemistryg waver. ПОСТАНОВЛЕНИЕ При задержании опускать, арестовать и препроводить мое мятского оружия. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Короткое пребывание Дзержинского в Кайской ссылке оставило, однако, глубокий след. Достаточно сказать, что в 1906 году там возникло крестьянское восстание, которое получила в истории название Кайская республика. Организаторами ее были крестьяне, которые занимались в кружке Дзержинского, отбывавшего тогда Кайскую ссылку. Вот фотография Феликса Едмундовича, которую он сам считал наиболее удачной. Таким он остался в нашей памяти, в памяти сослуживцев и учеников. Таким он остался в памяти миллионов людей. Кайская республика Кайская республика Кайская республика